Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В России союзницы режима Башара Асада на решение американцев снять ограничение на поставки оружия была вполне предсказуемой. В Кремле опасаются, что американское вооружение, в том числе ПЗРК, попадет в руки террористов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, если переносные зенитно-ракетные комплексы окажутся у боевиков, то это будет представлять угрозу как для всех стран мира в целом, так и для российских ВКС в частности. Часть военных экспертов полагает, что именно успехи Москвы и Дамаска в борьбе с терроризмом в Сирии заставили Обаму ослабить оружейное эмбарго. Якобы резонансным меморандумом стал реакцией на события в Алеппу, где армия Асада теснит радикалов. Кроме того, Обама, по мнению российских политиков, пытается довести до победного конца антиигиловскую операцию на Ближнем Востоке до передачи власти избранному президенту Дональду Трампу, который обещает, что не будет поставлять оружие подстанцам. Сняв ограничения на поставки американских вооружений боевикам в Сирии, Обама напоследок отчаянно пытается помочь Аннусри и другим противникам Асада. Новых сюрпризов от США ждет глава МИД России Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ОБСЕ в германском Гамбурге главный дипломат Москвы допустил, что Вашингтон предпримет неожиданные ходы на переговорах в Женеве по ситуации в Восточном Алеппе. Слишком много непонятного в том, как ведет себя американская сторона, посетовал Лавров, но возможность договориться очень хорошая, добавил он. По словам министра, окончательно завершить урегулирование ситуации на Востоке Алеппо можно путем выхода оттуда всех, без исключения боевиков. Когда в понедельник, на этой неделе, уже было ясно, что мы должны провести встречу и согласовать договоренность по Восточному Алеппо с американцами, а в понедельник планировалось голосование резолюции по Восточному Алеппо в Совете Безопасности ООН. В этой резолюции не было ни слова о необходимости вывода боевиков, и мы предложили в Совете Безопасности ООН не голосовать по этой резолюции, потому что есть российско-американская договоренность, которая концептуально отличается от того, о чем идет речь в проекте резолюции. Американская представительница заявила, что она ни о чем об этом не знает, и что она не видит никакого смысла в российско-американских контактах. Когда я потом спросил у Джона Керри, он мне ответил очень странную вещь. Он говорит, ну да, ну может быть, я впервые об этом слышу, но я не занимаюсь микроменеджментом того, что происходит в Сайте Безопасности. Странновато называть микроменеджментом высший орган мирового сообщества по вопросам поддержания мира и безопасности. Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кенхе. В ходе тайного голосования за ее отстранение от должности высказались 234 депутата Национального собрания при необходимом минимуме в 200 голосов. Против 56, двое воздержались. Еще 8 голосов были объявлены недействительными. Законопроект об импичменте президенту на рассмотрение парламента вынесла позиция. Таким образом, им удалось приостановить полномочия Пак Кенхе, оказавшаяся в центре громкого коррупционного скандала. Окончательно она будет отстранена от власти после утверждения результата голосования в парламенте Конституционным судом, но управлять страной все равно не сможет. Полномочия главы государства временно возложены на премьер-министра. Уже после решения Конституционного суда в Южной Корее будут назначены досрочные президентские выборы. Политический кризис в стране спровоцировала помощница и близкая подруга президента ЧХВ Сун Си. По версии следствия, женщина, которую южнокорейских СМИ окрестили серым кардиналом юбки, использовала служебное положение для получения выгоды. Пак Кенхе, как считают в правоохранительных органах, знала о происходящем. Более тысячи российских спортсменов причастны к допинг-скандалу. Вторая часть доклада независимой комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена, подготовленная для Всемирного антидопингового агентства, оказалась не менее скандальной, чем первая. Массовая подмена проб, фальшивые отчеты, сокрытие употребления запрещенных препаратов. Как говорится в докладе, нарушения были выявлены не только на Олимпиаде 2014 года в Сочи, но и на Игорах 2012 в Лондоне, чемпионате мира полевых атлетики в 2013 в Мексике, летней универсиаде в Казани в том же году. Постепенно, считают эксперты, методы манипуляции совершенствовались, причем причастны к этому как российские спортивные чиновники, так и спецслужбы. В новом документе говорится о более 500 фальшивых отчетах о пробах, переданных московской лаборатории в электронную систему ВАДА. Я напомню, первую часть доклада Ричард Макларен представил в июле этого года. В ней говорилось, что в России была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб спортсменов. Скандал привел к дисквалификации многих атлетов на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и отстранению от игр всей паралимпийской сборной. Ну что же, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Оставайтесь на канале Артелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова